Продолжение следует... Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Джон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли, но выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хм, хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Я думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулем. Вспоминай и привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну, знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Ворчишь, как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Увидишь. Твоя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Здорово, что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было. Но теперь нам сам черт не врат. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Климент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я зашелся с семьей Фалькона и теперь работаю на ним. Правда? Ага, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не раскалюсь. О, боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. Ты что, дальтоник красный же? Тистиcze. Ты что, дальтоник красный же? Эти дыск. Да. Тисти. Ты asked. Ты что, дальтоник красный. Тисти Brus11. Я знаю, как партоники красные. Отлично, мы почти приехали Тормози тут Пойди погляди, верхний этаж Я тебе уже оплатил первый месяц И кстати, вход в твой гараж там, в переулке Спасибо, Джо Большое спасибо Да, и насчет сегодня Пойдем в серьезное место, так что купи костюм Туда не пустят в виде Я сегодня вышел Классное место Ну вот она Уверен, вам понравится Я сам в такой же квартире живу Видите, даже телефон есть Отличное бесплатное дополнение А это ванная Чистая и современная Горячая вода круглые сутки А это спальня хозяина А это хозяйская кровать Очень удобная И места хватит на двоих Даже на троих И она не скрипит Это безусловный плюс Надеюсь, вам понравилась Ваша квартира, сад Есть вопросы, задавайте Не стесняйтесь Только один Когда вы уходите? А теперь с вашего разрешения Я поеду к следующему клиенту До свидания Пока Пока Надеюсь, он скоро появится У меня сегодня Масса предложений Рынок переполнен В чем дело, сэр? Я просто жду другого клиента Не стану вас задерживать, сэр Уверен, у вас много дел А я жду другого клиента Масса предложений Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О, Господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь? Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично. Он вроде как важный человек. Да ну? Сейчас увидишь. Вот и он. Эй, Джо, а вот и... Эй, Эдди, как дела? Неплохо, неплохо. А это значит твой дружок? Да. Это мой друг Вито. Вито. Мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вито. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Привет, Вито. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Ха-ха-ха-ха. Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Ха-ха, не бойся, все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Ладно, Вито. Поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди Койстер-бэй. Помедленней! Вот. Так что, Вито, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы. Понятно, а кроме того? Ну, я не знаю. Пьяных, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вито, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты. Вито, да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вито, девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. О да, гульнем на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Да знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вито, ну что, гони давай, а? Эй, ты же на красный проехал. Эй, ты же на красный проехал. Да, мы слыхали, что Альберто и подонок Лука берут бабки за прием в Симьюн, но не знали, что они берут так много. Они скоро ответят за свои грехи. Я говорил о тебе с Лео Галанта, Вито. Он рассказал мне, что Климента пытался вас кинуть и сказал, что ты парень надежный. Но слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Ну, потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке и... Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Ну, ничего. Да, хорошо. Да. Все, детка, Кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карла Фалькона, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и... Раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята. И за общее светлое будущее. Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. Малыш Фрэнк тогда круто заложил, и знаешь, что самое смешное? Один из сенаторов потерял деньги в Саверно-Коне. Нет. Вот законская задница. Нет, нет. Нет, 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 нет. Карла умный, он шарит в этой... Ну, этой... Астрологии. Может, астрономии? Иди ты, звезда с ушами. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник. Если нечем рот занять. Вито! Поехали. Эй, Джо, подъем! Спокойной ночи, шлюхи. Эй, а где моя машина? Ее сперли. Эй, зовите копов, вашу мать. Вот алкаша. Да вот она. Да? Ну да, ладно. Эй, а ключи мои где? Вито поведет. Он из нас из всех самый трезвый. А в следующий раз больше кислок, меньше пьянок. Так что, Вито, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Фу, чем это воняет. Эдип, ты блеванул что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Поттс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты взял меня и напоил. Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит мертвец в багажнике. Да, Вито, успокойся, АСП, это что-нибудь придумаем. А что тут думать? Закопаем жмурикой, и все. Я уже подобрал местечко старые обсерваторы. Лопаты есть? Ну да, в багажнике. И яма уже готова. Надо просто его туда сбросить и закопать. Ладно, ладно, и где эта яма? За городом, близко. Нам надо проехать по лесу до полянки. Яма там. И давай побыстрее. О, Боже, дышать нечем. Эта чертова вонь меня доконает. Стой. Ну, сейчас блевану Черт Господи, откуда все это лезет, а? Ой, черт Я же вроде не ел кальмаров Пить не умеешь, а? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...